Приветствую, друзья! Рад вам сообщить такую новость, что у нас есть обучение Excel. Оно индивидуальное. Вы можете найти ссылку для записи на бесплатное занятие под этим видео. На бесплатном занятии вы поймёте, какой фактический уровень ваших знаний, исходя из чего будет построена программа именно для вашего обучения. Окей. На сегодняшнем занятии у нас речь пойдёт о формулах в Excel. Формула в Excel – простейшая операция в программе. Да, есть различные формулы Excel, есть формулы массива, есть простые формулы. Давайте по порядку подведём. Первое, что нам нужно сделать при написании формулы – вспомнить порядок действий в математике. Напомню, что сначала у нас выполняется действие в скобках, далее у нас выполняется степень, умножение, деление и сложение, соответственно, вычитание. Первое действие – это у нас сложение. То есть мы первую ячейку складываем со второй ячейкой и, соответственно, складываем с третьей ячейкой, растягиваем вниз и получаем результат. То же самое относится и к умножению. К первую, на вторую и, соответственно, на третью. Можно ячейки выбирать просто нажатием левой клавиши мыши на соответствующую ячейку или делать это при помощи стрелок на клавиатуре. Растягиваем вниз и получаем результат. Также можно найти сумму синих и поделить на желтую. Здесь важно понимать, что если мы не поставим скобки, которые будут определять порядок действий в вычислениях, у нас сначала произойдёт деление, а затем уже сложение. Нам нужен обратный порядок. Поэтому мы открываем скобку, берём первое значение, второе значение, и, соответственно, третье значение, закрываем скобку, делим на 38. Окей. Получаем результат, который можно, конечно же, округлить. Давайте его округлим. И во вкладке «Формулы» у нас есть инструмент, который называется «Влияющие ячейки». Это ячейки, которые влияют на результат. То есть при изменении, допустим, этой ячейки у нас изменится результат и, соответственно, в конечной ячейке. И есть так называемые зависимые ячейки. То есть при изменении зависимых ячейок, да, у нас данные будут меняться тут, тут и тут. Вот. Также у нас во вкладке «Формулы» есть «Показать формулу». Да, то есть можно нажать «Формулу», убрать стрелки и посмотреть, какие именно формулы были использованы. Это очень удобно, когда мы ищем ошибки в формулах и так далее. И также есть режимы вычислений. То есть если у нас стоит вручную, то при изменении значения в ячейке, да, пересчет не будет, пока мы не нажмем пересчет. Нам нужно выбирать автоматически, чтобы это работало постоянно. Окей. Переходим к примеру номер 2. Это виды ссылок. Далее мы умножаем на постоянную ячейку, константу. То есть это коэффициент до 0,9. Чтобы нам все числа из столбца «Москва» умножить на 0,9, мы делаем следующее. Умножаем на, соответственно, А4 и нажимаем дважды по «Ф4». Таким образом у нас получается знак доллара. Знак доллара обозначает, что при протяжке вниз у нас значение в ячейке меняться не будет. Да, также у нас это будет работать, если мы нажмем один раз по «Ф4», да, то есть полностью закрепим ячейку, растянем вниз. Давайте посмотрим пример уже в горизонтальной таблице. То есть у нас также есть данные, которые нам нужно перемножить. Мы их умножаем. Соответственно, здесь нажимаем «Ф4», да, для полного закрепления. И протягиваем вправо. Давайте представим, что у нас есть таблица, в которой нужно перемножить столбцы на строки, а строки на столбцы. То есть для того, чтобы понять коэффициент сезонности по январю, нам нужно 13 на 1,34 умножить. Да, 44 на 1,34. И, соответственно, то же самое для февраля. То есть у нас должно пойти и это с этой, и это с этой, да, ну и так далее. В таком случае нам нужно использовать комбинированные типы ссылок, это когда у нас закрепляется и столбец. То есть в данном случае нам нужно закрепить столбец, поставив доллар перед ним, и, соответственно, строку, поставив доллар перед строкой. Нажимая на «Ф4», у нас закрепляется или столбец, или строка, что очень удобно. Берем, растягиваем вниз, да, и, соответственно, вправо, и получаем результат. То есть если мы отсюда нажмем «Влияющие ячейки», да, мы видим результат. Отсюда, да, отсюда, и так далее. То есть если у нас здесь изменится коэффициент на 2,34, да, соответственно, мы увидим результаты изменения во всех ячейках, которые были завязаны с этим коэффициентом. Окей, и заключительная задача на сегодня это у нас формула массива. Формула массива выполняется следующее действие. То есть мы сейчас выделяем сначала диапазон, в котором у нас будут вычисления проходить, выделяем первый столбец, умножаем его на строку и нажимаем «Ctrl-Shift-Enter». Да, таким образом у нас получается вот формула массива. Признаками формулы массива являются фигурные скобки, которые находятся слева и справа. Вот. И также массив нельзя изменить. Да, то есть если мы здесь захотим редактировать, он напишет нам «нельзя изменить часть массива». Да, таким образом мы можем минимизировать человеческий фактор, который будет вмешиваться в наши расчеты при заполнениях таблицы. Да, соответственно, если он не знает этих трюков. Вот. Для того, чтобы определить размерность массива, мы можем нажать «F5», выделить, и здесь у нас есть «Выберите текущий массив». Да, и сразу у нас он покажется. С вами был Полянский Алексей. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии. Всем пока-пока. Первый знак – это сложение. То есть нам нужно сложить три ячейки. Мы пишем «равно», потому что любая формула начинается с «равно». Дальше нажимаем «плюс», второе число и, соответственно, «плюс», третье. Можно выбирать стрелками на клавиатуре или можно нажимать мышкой, кому как удобнее. Это не принципиально. Уделяем и в правом нижнем углу протягиваем вниз. Обратите внимание, что при протяжке вниз у нас также меняются формулы. Да, то есть «B5», здесь «B6» и так далее. То есть, когда мы тянем вниз, у нас прибавляется порядковый номер строки «плюс 1». Окей. Далее умножение. Принцип тот же самый. Также обратите внимание, если параметры вычисления стоят вручную, то пересчет будет только при нажатии клавиши «F9». Если поставить автоматически, то каждый раз он автоматически будет пересчитываться. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...